МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 тысяч человек, эмоции зашкаливают. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Олимпийский! АПЛОДИСМЕНТЫ Для того, чтобы стать успешным, нужно быть ненормальным. Не таким, как все. Успех — это всегда преодоление, это всегда рост, боль. Для того, чтобы стать успешным, нужно быть готовым терять все. Когда я еще был в школе, я был не самый лучший ученик, у меня были не лучшие оценки. Я был средним учеником. И когда я неудачно закончил четверть, мне родители отказали в приобретении велосипеда. У меня была мечта купить велосипед. Тогда называли взрослик. И когда мне родители не купили этот велосипед, я пошел собирать бутылки. Втихаря. Я насобирал более 500 бутылок. Это, представьте себе, несколько мешков. Это более 30 ящиков. Я их сдавал в приемный пункт. Я это сделал быстро, наверное, неделю за две. Я насобирал ровно 65 рублей. И купил велосипед «Урал». Вы знаете, какой я сделал вывод? Чтобы достичь своей цели, не обязательно много учиться. Но ведь у меня был выбор. Я мог очень усердно учиться сидеть, делать уроки. И мне бы родители купили этот велосипед. Но я этого не сделал. Ты можешь очень много учиться. Ты можешь перечитать все книги в этом мире. Но это тебя не сделает богатым. Точно так же, как тебя не сделает богатым ни один бизнес-тренер-теоретик. Научить тебя может только тот, кто сам стал миллионером. Только практик, который знает, как это делать, и который прошел этот путь. Можно много учиться. Но мир переполнен заумными учеными-изгоями. Кто-то скажет, нужно иметь талант. Но мир переполнен невостребованных талантов. Может быть, гений? Мир полон гениев, неудачников. Так что же тебе нужно, чтобы стать богатым и успешным? Вип-зона знает лучше всего. Всемогущие. Лишь упорство и настойчивость. Для того, чтобы быть богатым и для того, чтобы быть успешным. Ты должен быть готов к потерям. К величию есть только один путь. И этот путь проходит через страдания. Это сказал Альберт Эйнштейн. Ты должен быть готов терять все. Ты должен быть таким же ненормальным. Представь себе, ты сейчас сидишь здесь, вип-зоне. Когда у тебя все состоялось и все хорошо. У тебя все есть. Только представь, что у тебя сейчас нет телефона, нет денег, нет автомобиля. В твоей квартире уже хозяйничаешь уже и люди. Тебе жена не может дозвониться. Она не понимает, что происходит. А у тебя даже нет денег, чтобы вызвать такси или взять отель. И нет ничего. Прямо сейчас. Только костюм, в котором ты сейчас сидишь. И все. Может быть, вы скажете, такого не бывает. Это невозможно. Возможно. Но если ты хочешь быть богат, ты к этому должен быть готов. Я трижды был банкротом. Трижды был банкротом. Падал на колени. Оставался на дне. Брайан Трейси сказал, в среднем каждый миллионер, сам заработавший свои деньги, три раза был банкротом или почти банкротом. В среднем. Может быть, в это трудно поверить, но всего три года назад мне нечего было есть. Я голодал. Вот эта перловая крупа, на всю жизнь ее помню и буду помнить. Это самая дешевая крупа, которая продавалась в маркете. Пакет 15 рублей. Несколько месяцев я жил вместе со всей семьей на вот эту перловку. Вот то, что у меня сейчас есть, минус 10 килограммов. Три года назад. Ты должен быть готов к этому, потому что успех – это риск. Боль. Преодоление. Всегда. В 2013 году я создал компанию. В партнеры я пригласил своего приятеля. Даже нанял администрировать деятельность. Мы начали очень серьезно развиваться. Пошли миллионные обороты. Одним словом, поперло. Алчность моего приятия вскрыжила ему голову. Он решил захватить этот бизнес. А как устранить партнеры из бизнеса? Подставить. Сделать компромат. Угрожать семье. Как в лучших боевиках Голливуда. Перед вами сейчас президентский номер люкс. Это тот самый номер. Я проводил отчетную конференцию. Это тот самый номер в Турции. Отель Амара Дольчевита. Роскошный номер. Ко мне пришли мои турецкие друзья. Ну, во всяком случае, я их считал такими, которым я доверял. Пришли мои турецкие друзья, принесли свой виски. Почему-то свой. И стали задавать дурацкие вопросы. Мы выпили. Короче, когда я очнулся, на мне сидела полуобнаженная девушка. Смутно я стал разбираться, что произошло. Мой сейф вскрыт. Денег нет. Документов нет. Карточек нет. Телефона нет. Ничего нет. Вот такие здоровые турецкие амбалы дают мне паспорт. В январе месяце вышвыривают на улицу. Футболка, тапки, спортивные штаны. Больше на мне ничего не было. Моя жена думала, что меня потеряла. Телефон не отвечает. Никто не знает, где я. Через несколько дней я выбрался из Турции. Оказывается, в этом номере, вот там за телевизором и вокруг были установлены скрытые камеры. И было сделано компрометирующее видео для партнеров. Для друзей. Для жены. И мне сказали, это все будет показано моим партнерам, чтобы они от меня отвернулись. Я не был готов к этому. Потом сказали, твоя жена на очереди. У меня жена как раз была беременная. Шесть месяцев на седьмом. Я понимал, какой это риск для жены и для ребенка. Я негодовал. Меня влили грязью. Подстроили. Во мне кипела кровь. За мной была установлена слежка. Под мою машину несколько раз подкладывали магнитный маячок. Мои друзья на сервисе снимали это все. Потом за мной была слежка. За мной был приставлен хвост, который ходил за мной, ездил на машине. Я готов был его убить. И я был к этому уже готов. Я закончил высшее военное училище. Я прошел специальную подготовку. Меня несколько лет учили убивать. И вот этот коктейль, адский коктейль из негодования и опыта, он готов был выплеснуться в любой момент. Я уже на это был готов. Закопать. А что бы сделал ты, когда угрожали бы твоей семье? Передо мной был выбор. Это было много бессонных ночей. С одной стороны семья, с другой стороны миллионный бизнес. Я принял решение. Я не мог этого человека даже найти. Он не приходил на встречи. Он уехал за границу, даже сменил имя. Но сейчас я могу это сказать. А Алексей, или как там тебе сейчас? Алекс, я простил тебя. 20 тысяч человек перед вашим лицом, я говорю. Самое главное. Алекс, я благодарю тебя. Именно благодаря тебе я сейчас стою на этой сцене. Именно я тебя благодарю за то, что я сейчас достиг. Я тебя благодарю за то, что у меня сейчас есть. Я тебя благодарю за то, что я поменял свое мировосприятие и стал по-другому относиться к жизни. У каждого сидящего в этом зале сейчас есть человек, который ему насолил. У каждого. И у каждого здесь оператора, и в вип-зоне. И у каждого есть такой человек, которого ты проклинаешь. Прости его. Поблагодари его. Поблагодари его за то, что у тебя сейчас есть. Потому что именно он стал катализатором твоего успеха и того, что у тебя есть. Отпустить нужно прошлое. Думай о будущем. В самое трудное время рождаются самые великие компании. Самый ценный финансовый актив это ваша способность зарабатывать деньги. Дело в том, что если у тебя голова на плечах, руки, ноги целы, плевать на деньги, и бизнес, который у тебя был. Это самое главное. Ты все равно поднимешься. Что же мне помогло? Четыре фактора, которые позволили мне выжить и подняться снова. Первое, это моя семья. Когда я все-таки вернулся домой, ни разу, слышите, ни одного упрека. Моя супруга сказала мне, мы будем с детьми, вот с такими, мы будем поддерживать тебя во всех твоих начинаниях. Если ты хочешь сделать новый бизнес, сделай. Ты это можешь. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот ценнее нет ничего. Ничего на свете, чем поддержка твоей семьи. за каждым сильным мужчиной, несмотря на его брутальность, стоит мудрая и сильная женщина. Мужчины — это однозадачные приматы. дамы, дамы, если вы хотите, чтобы ваш муж стал миллионером, поддерживайте его. Мужчина не может воевать на два фронта. Если у него дома все в порядке, и тыл в порядке, он горы перевернет, он достигнет всего. Всего, чего захочет и чего захотите вы. Все зависит от женщин. Второе. Мне помогли истории успешных людей. Я, сидя, перечитывал, смотрел, смотрел в интернете, читал книги. Роберт Киасаки за свою жизнь трижды был банкротом. Последнего банкротства было в 2014 году. Ну и что? Бодо Шефер трижды был банкротом. И первый раз он обанкротился в возрасте, когда ему было 26 лет. Более того, у него были огромные долги. Ну и что? Дональд Трамп четырежды был банкротом. 91 год, 92 год, 2004 год, 2009 год. Более того, в последний раз он остался должен, у него был долг почти миллиард долларов. Вы можете себе представить? Миллиард! Ну и что? Сейчас его состояние в 4,5 миллиарда долларов. Представляете, какая сила нужна, чтобы подниматься? Третье. Третье, что мне помогло, это воинская закалка и дисциплина. Дисциплина нужна для того, чтобы из того, что вы хотите больше всего, и того, что вы хотите прямо сейчас. Вы всегда выбирали. Первое. Дисциплина – это не ограничение свободы, это отсечение всего лишнего. Если у тебя есть цель, если ты сфокусирован, все равно, абсолютно все равно, что происходит или что может с тобой произойти, ты все равно придешь к своему успеху. и четвертое. Имей ясную цель. В военном училище я был в сборной команде по офицерскому многоборью. на полосе препятствий мне не было равных. я просто каждое утро вставал в 6 утра и просто проходил без напряга по полосе препятствий. Каждый день ров, лабиринт, стена, разрушенный мост, разрушенная лестница, проем в стене, одиночный окоп и назад. и я рвал всех, мне не было равных. На соревнованиях в сборной команде, когда мы стартовали вместе с соперником, когда я приземлялся с разрушенного моста, это где-то высота гаража, я неудачно приземлился на ногу, я услышал хруст сустава, искры из глаз, от боли потемнело в глазах, я упал. Когда я поднял голову, мой соперник меня уже обошел вперед. я просто посмотрел на свою цель. Боль прошла. Я встал. Дошел до финиша, обогнал и дошел до финиша первым. Что это было? Как я финишировал? У меня товарищи взяли меня под руки и отнесли в санчасть. Я два месяца ходил на костылях и в гипсе. Но что это было? Откуда такая сила? Когда у тебя цель перед глазами, ты забываешь про все. Генри Форд сказал, препятствия это пугающие вещи, которые появляются только тогда, когда ты перестаешь смотреть на свою цель. Но если ты одержим, если ты сфокусирован на своей цели, тогда ты не замечаешь боли. Тогда ты забываешь пообедать. Тогда ты забываешь то, что уже часы перевалили за полночь. У тебя должна быть цель. Когда ты одержим, когда ты воодушевлен, энтузиазм, энтос, огонь, огонь в душе. Для того, чтобы быть успешным, нужно иметь цель. Это четыре вещи, которые помогли мне встать, подняться. Сфокусируйся на своей цели, посвяти всего себя этому. Вы помните, что я остался без ничего? И я принял решение создавать бизнес с нуля. Может быть, сейчас и у вас такой выбор стоит. Но что сейчас можно предложить людям? На чем можно заработать деньги? Какой бизнес сейчас можно создать, который нужен людям, который востребован, который не имеет конкурентов, не имеет аналогов? Ну что можно предложить? Все мы отлично знаем. в этом мире все деньги у людей. Все деньги у людей. То есть, для того, чтобы они пришли к тебе в карман, ты им должен дать нечто, что им нужно, что востребовано. Но что сейчас можно предложить? Я, знаете, к чему пришел? К пирамиде потребностей по маслу. Все мы в этом зале имеем одни и те же потребности. Первое – это физиологические потребности. Подумайте, когда вы решите что-то создать. Что можно дать человеку? Есть, пить, спать, секс, дышать. Основное. Но с самых древних времен, когда древний человек наелся, что он ищет? Пещеру. Чувство безопасности. Ему нужна крыша над головой. Я посмотрел, какие у нас способы есть приобретение жилья. Что? 100% оплата или ипотека. До кризиса 15% населения могли приобрести себе жилье за 100% оплату. После кризиса всего 5%. Остальные в ипотеку. 70% отказов, потому что получить ипотеку сейчас непросто. Обратите внимание, я схватился за эту нить и стал исследовать. Оказалось, 80% людей нуждаются как минимум в улучшении своего жилья. То есть 4 человека из 5 в этом зале прямо сейчас нуждаются, хотят либо приобрести, либо улучшить свое жилье. Это потрясающая цифра. Я посмотрел, какие еще способы есть. Кооператив, старый, забытый, добрый. И что я сделал? Я просто объединил кооперацию и сетевой маркетинг. Я исследовал, оказывается, этого в мире никто не сделал. Ни в Америке, ни в Австралии, ни в Европе, нигде. Я удивляюсь, как до сих пор к этому никто не пришел. И сетевой маркетинг существует почти век. И кооперация, жилье, строительство существует еще больше. Но как не догадались до этого, чтобы это все соединить. Хорошо, идея появилась, но вы помните, что у меня ничего не осталось для того, чтобы реализовать новый бизнес, сделать предприятие. Нужны деньги, нужны средства. После всего, что произошло, очень многие люди отвернулись. И ты знаешь, всем все равно, когда у тебя все хорошо. Когда у тебя плохо, всем тем более все равно. Но самое главное это отношения. Всегда сохраняй отношения с людьми, с людьми, партнерами, даже если они в других компаниях, в другой сфере, всегда сохраняй отношения. Отношения и рушат бизнес, отношения и формируют бизнес, и создают все. Я стал обзванивать своих старых знакомых. Для меня было неожиданно, когда порядка сорока человек просто откликнулись и дали деньги. Я предлагал всем подряд с кем мог еще созвониться и встретиться. Один из людей, он сейчас должен где-то здесь присутствовать, он сказал, на, Роман, тебе деньги, тебе нужнее. Хотя сам сидел в долгах, миллионные долги. Он мне дал деньги. Я собрал группу юристов, я собрал группу бухгалтеров, я арендовал офис и стартовал. вы можете забрать мои заводы, мои деньги, сжечь мои здания, но оставьте мне моих людей. И прежде, чем вы опомнитесь, я снова все восстановлю и буду впереди вас. Умей принимать решения. Любое твое решение, даже если оно неправильное, в тысячу раз лучше нерешительности вообще. Есть только два варианта. Либо ты принимаешь решение, либо за тебя. Кто-то принимает решение. Сколько тебе работать, когда тебе работать, где тебе жить, когда тебе ехать в отпуск, сколько тебе получать денег. Есть только два варианта. Ты должен научиться принимать решение и делать этот шаг. Брать на себя ответственность. это результат твоей ответственности, либо безответственности. Может быть с тобой движет страх или останавливает страх, но страх, как змеиный яд, в больших количествах он убивает, а в малых он способствует развитию организма. Более того, если тебе страшно, значит ты на правильном пути. Кто знает, как мне было страшно. Ты на правильном пути, если ты испытываешь страх, значит ты выходишь из зоны комфорта. Если ты выходишь из зоны комфорта, значит ты растешь. Зона комфорта и успех не имеют ничего общего. Счастье не имеют ничего общего с зоной комфорта. Зона комфорта сгубила гораздо больше людей, чем все остальные грехи вместе взятые. Если ты ищешь стабильности, стабильность в медицине означает смерть. Стабильность значит мертвый. Как только ты остановился в своей зоне комфорта, ты начинаешь деградировать, потому что жизнь движется очень быстро и развивается очень быстро. Поэтому один из ключевых навыков ты должен уметь принимать решения. Илья Муромец подъезжает к камню. Стоит камень. На нем написано налево поедешь дюлей получишь. Направо поедешь дюлей получишь. Прямо поедешь дюлей получишь. Ну тут он думает сверху голос такой ну ты давай определяйся а то прямо здесь дюлей получишь. Тебе по-любому получать дюлей. Ну если ты сделал шаг если ты принял решение у тебя есть шанс может быть получишь а может быть и нет. Но если ты не принимаешь решение ты по-любому всю жизнь будешь получать. Так лучше получать с шансом лучше принимать решение. Недавно я поднялся на высочайшую точку Европы это западная вершина горы Эльбрус 5 642 метра. Я пошел туда без тренировки без подготовки. Ну я ненормальный. так как это VIP-зона. Нас пошло 12 человек, мы поднялись только двое. Я и мой проводник. Когда мы дошли до скал пастухов, это 4800 метров, уже пульс лупил так, что у меня виски просто выскакивали. Когда я поднялся до седловины, кислородное голодание, воздуха не хватает, кислорода не хватает, колени дрожат, руки, мышцы не восстанавливаются, сил нет. Сникерс вытаскиваешь из кармана и выбрасываешь, потому что сил нет. Я в седловине, вот она вершина, текут слезы, а сил нет. там двигатель внутреннего сгорания не работает, воздуха не хватает. Вертолет там приземлиться не может, потому что плотность воздуха очень маленькая, он не может там, он может только плюхнуться, никогда не взлетит. Там может подняться только человек. Я видел, как оттуда спускают людей, вот зеленого цвета, синий зеленого цвета, мимо меня протаскивают этих людей, их за ноги привязывают, к поясу проводник, и тащат его вниз. Секрет в чем? Для того, чтобы подняться на вершину или бруса, нужно делать маленький шаг. Вдох, шаг, вдох, шаг. Это называется гималайский шаг. Маленький шаг сделать нетрудно. Ты делаешь один маленький шаг, но если ты не остановишься, ты по-любому будешь на вершине. Дорогу осилит идущий. Так же и в жизни, и в бизнесе ты всегда должен делать следующий шаг. Это один из базовых моих принципов. Всегда делай еще один шаг. Всегда, чтобы не произошло еще шаг. Чтобы не произошло еще шаг. воин сомневается и размышляет до того, как он принимает решение. Но когда оно принято, он действует не отвлекаясь на сомнения и размышления. Это путь воина. Карлос Кастанеде, человек загадка. Когда решение принято, ничего сложного больше нет. Только не изменяй своей мечте, будь верен своему решению. Не ведите дружбы с человеком, который не становится лучше самого себя. Ваше окружение влияет на ваши ценности, цели и мировосприятие. О чем это? Общайся с успешными людьми, общайся со знаменитостями, общайся с теми людьми, которые превосходят тебя. Учись у победителей. Вы знаете, у меня в офисе висит весло. Те, кто приходят в мой офис, они отлично понимают, о чем можно говорить, о чем нельзя. Видели фильм «Титаник»? Когда судно шло ко дну, шлюпок не хватало, в воде было очень много людей. В каждой лодке был укомплектованный экипаж и был матрос с веслом. Вспомните, что он делал этим веслом. Отталкивал людей, которые цеплялись за лодку. Если бы он позволил им схватиться за борта лодки, утонул бы и экипаж, и те люди. Не позволяйте навешивать на себя неудачи, не позволяйте жаловаться в своем присутствии. Не позволяйте в вашем присутствии говорить о негативе. Учитесь у лучших, общайтесь с победителями, очиститесь от негативных людей. Это избавит вас от утечки энергии. Думал ли я голодный, униженный, раздавленный, обворованный, тогда, сидя и читая историю Трампа, что не пройдет и двух лет, я буду сидеть у него в кабинете и общаться с ним лично. Ты можешь все, если ты верен своей мечте. Ты можешь достичь всего, и это может каждый. Вы магнит, о чем говорите, то и притягиваете. Говорите всегда о позитиве. Кто говорит о неудаче, тот в них застревает. Если ты говоришь о проблеме, ты в ней застреваешь. Богатые люди всегда говорят о возможностях, поэтому они и богатые. То, что мы есть сегодня, это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь. Жизнь это порождение нашего разума. Если вы думаете, сможете ли вы или нет, вы в любом случае правы. Перед вами сейчас фотографии того самого пацана, родители не купили велосипед. Мне очень трудно сейчас говорить, потому что за эти два дня спикерами, этими великими спикерами были сказаны практически все слова и мысли, которые я хотел до вас донести. Я еще раз сделал вывод, что мы всегда говорим об одном и том же. Мы всегда говорим разными словами об одних и тех же принципах, о принципах успеха. так вот, если бы у меня была возможность встретиться с самим собой в детстве, если бы у тебя была такая возможность, у тебя была бы одна минута и сказать только три вещи, которые ты мог сам себе посоветовать, чтобы ты сказал себе. мечтай. Держи мысли перед собой. Думай позитивно. Первое это позитив. Кто преуспевает всегда решительные, они совершают гораздо больше, чем другие люди. Принимай решение. Второе. И третье. Держи слово. Если вы не сдержите обещания, вы не будете гореть в яростном пламени ада, кара постигнет вас уже на этом свете. Три основные моменты, которые я сказал бы себе. Первое, мысли позитивно. Второе, принимай решение. Третье, держи слово. И когда последний раз со мной случилось это банкротство, я сам себе тогда сказал такие слова. Роман, сколько тебе лет? Я тебе задам этот вопрос. Сколько тебе сейчас лет? Сколько уже прошло? Сколько ты спустил псу под хвост? Сколько тебе осталось? И когда ты думаешь жить? Пока ты сейчас сидишь, пока ты спишь, ешь, ждешь, думаешь, твое время истекает. Время это ценность? Где та жизнь, о которой ты мечтал? Где тот дом, который ты хотел? Когда ты думаешь все это делать? Жить нужно сейчас. Не упускать ни одного мгновения, наслаждаться жизнью, надо сейчас, пока голова, светлые, руки, ноги целы, получать наслаждение от этих людей, от этой воды, от этого воздуха, от каждого шага, от каждого мгновения. Голова светлая, на плечах, руки, ноги целы, живи, наслаждайся жизнью, получай от жизни удовольствие. С вами был Роман Василенко. Дорогие участники форума, мы благодарим бизнес-эксперта, основателя Международной Академии Бизнеса IBA Романа Василенко. Международной Академия Международной Академия Международной 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 Академия Международной Международной